Понедельник, среда и пятница с 9.30 до 11.30 утра. По такому графику будет работать общественная приемная УНФ в здании МФЦ. Это главное, что следует знать всем, кто хочет обратиться с вопросом или жалобой. Процедура проста и занимает несколько минут. Ставить свое пожелание, обратиться с просьбой, с предложением. После того, как он оформляет согласие на обработку персональных данных в электронную систему УНФ, вносится его обращение и в дальнейшем отрабатывается. В обращении нужно указать город, фамилию, имя, отчество, адрес проживания, контактный номер и электронную почту. Заявка, которую оформляют волонтеры, поступает мгновенно. И ждать ответа долго не придется. При таких заявках достаточно быстро. Месяца точно не будут ждать. Это ускоряет процесс. Я надеюсь, что и здесь мы тоже сможем как-то людям помогать более реально и более быстро. Сокращается путь теперь. Не нужно обращаться туда, в администрацию президента. Не нужно ждать пересылки сюда. Собственно, мы здесь все это можем сразу же брать в работу. Первым посетителем новой приемной в здании МФЦ стал в Рио губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он пообщался с волонтерами и решил заполнить заявление. Здесь он не как высшее должностное лицо в городе, а как обычный гражданин, который решил обратиться в УНФ. Рассмотреть обращение может любая инстанция, как регионального, так и федерального уровня. А это значит, знакомый многим формат. Письмо президенту может работать намного быстрее. Прямая линия президента один раз в год. Огромное количество вопросов люди за эти несколько часов обращают к президенту. Общероссийский народный фронт предложил фактически новый формат, когда в течение года можно через президентское движение наиболее волнующие проблемы граждан формулировать, отправлять на контроль Общероссийского народного фронта. Глава города добавил, будет еще и градация обращений. Их разделят на две группы. Те, которые нужно осмотреть немедленно, и такие, которые можно решить во вторую очередь. Чем больше таких эффективных способов диалога общества и власти, тем лучше. Общероссийский народный фронт себя зарекомендовал как площадка, где могут всегда приниматься такие системные решения по проблемам, к которым очень часто сложно достучаться. Общероссийского народного фронта такое получается. Знаю об этом не понаслышке. Севастополь – один из первых регионов России, где общественная приемная ОНФ открылась в здании МФЦ. В ближайшее время такие же площадки должны заработать еще в четырех отделениях многофункционального центра в нашем городе. Святослав Данилов, Денис Прошин. Новости Севастополя.